Добрый день! Меховое ателье приветствует вас. Шубка. Такой вот классический покрой. У нас капюшончик. Здесь у нас каракуль понизу. Отделочка. Длинненькая. Нам надо ее сделать покороче, но при этом увеличить на несколько размеров. Вид сбоку и вид сзади. Шубка из бубрика, то есть кролика стриженого. Отлично смотрится. Модель мы хотим изменить на какую-то спортивную, более носкую, покороче и пообъемнее. Приступим. И вот так выглядит наша обновленная шубка. Молния на косой у нас стоит, обработанная кожа. Кожаные кармашки наполовину с мехом. Внутри у нас велюр стоит, натуральный бархат. Даже не велюр, а бархат. Чтобы тепленько ручком было. Шубка утеплена. Мы оставили каракуль понизу. У нас зауженная книзу шубка, вверху у нас расширена. Также мы оставили этот капюшон, но только уложили в свою горловину. То есть у нас здесь норочка. Можно вот так вот распакнуться. И тогда шубка будет выглядеть вот таким образом. Рукавчик. Здесь у нас рукавчик как в пальто спущенный. Наверное, не видно. Вот, если можете увидеть. После перекроя размер шубы у нас увеличился размера на 3. Так как была на клиентке шубка в облипку, сейчас она свободненькая. Еще и утепление. То есть нам надо было свободу оставить для утепления шуба. Наш подклад. Мы выбрали подклад коричневой с зеленцой вместо черного. Для того, чтобы интереснее смотрелся мех и не была все очень черная шубка повесили. Поставили вешалку. Вернули фирмочки со старой шубой. Это наша фирмочка. Вот так вот выглядит. Мы сделали меховые подборта. Нам хватило. Дальше у нас пошли норковые подборты. Ну, лацка нужен. Также, как всегда, мы сделали кармашек на подкладке. Вот, такая вот красивая шубка получилась. Кому нравится наша работа, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»